Посмотрите вокруг себя. Вокруг нас бесконечность. Оставим пока в стороне солнце, облака и звезды. Цивилизованные люди, все что мы видим вокруг себя, все до чего можем дотянуться взглядом, ощутить своим телом, даже все о чем можем только подумать, создано нашей человеческой мыслью, нашими человеческими руками. К сожалению, не только хорошее, оно и плохое. Сама по себе цивилизация это хорошо, но часто она загораживает бесконечность. Вокруг нас, со всех сторон, сверху и снизу, бесконечный мир. Мы, каждый из нас, вдыхаем в себя этот мир и выдыхаем в этот мир себя. И пока это происходит, мы живем и мир мыслит. Мир видит себя нашими глазами. Он познает себя нашими мыслями и переделывает себя нашими руками. Мы часть этого мира и мыслящая часть этого мира. Мы сам этот мир, который познает себя в нас и очеловечивается через нас. Потому что мы разум этого мира. Но мы его безумие. Мир вокруг нас такой, каким он сам себя задумал. А плохо это или хорошо, нам не в чем его упрекнуть. Потому что это нашими мыслями мир думает и нашими руками творит каждую минуту. Мы, каждый из нас, несет на себе ответственность за него и за себя. Потому что мир это мы сами. Мы вдыхаем в себя этот мир и выдыхаем в этот мир себя. И пока это происходит, мы живем и мир мыслит. А как же было тогда, когда человека еще не было? Разум существовал всегда. Всегда существовали таблицы умножения, законы физики, периодическая система Менделеева. Жизнь на Земле еще не образовалась, но уже были законы эволюции и наследственности. Люди еще не выделились из животного мира, а законы истории уже ожидали их появления. Разум существовал всегда, но чтобы узнать о своем существовании, ему нужен человек, гомо сапиенс. Итак, мир начал мыслить вместе с человеком. Но неразумным, а безумным явился человек в мир. Вся история человечества – это подготовка разумом орудия для своего все более точного отражения и одновременно инструмента для лучшей переделки мира. Когда мы, каждый из нас, осознаем свою ответственность за себя и за мир, осознаем себя как мир, эта история закончится и начнется новая. Что потом, узнаем потом. А сейчас только заметим, что безумие поддается разумному объяснению, а значит победить его человечество в силах. Бог нужен человеку, чтобы снять с себя ответственность за этот мир. Тогда люди, даже если признают себя миром, не идут дальше вместо детей в семье Бога. Если человек принимает ответственность на себя, то для Бога просто не остается места. Человеку, занявшему свое место, Бог не нужен. Мы – мир, но мы давно уже не дети. Бог – это только слово Бог. И мы не Боги, потому что мы люди. Бог – это только слово Бога, потому что мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем.